Золотой топаз, фея, бала, прима, балерина, солнечный день, розовый слон. Об истории создания этих и других сортов гладиолусов Михаил Кузнецов сегодня рассказывает много и увлечённо. Любовь именно к этим цветам, говорит, к нему пришла ещё в детстве, но всерьёз занялся селекцией уже на пенсии. Мне гладиолусы дали столько, что я не знаю, кому ещё столько дано было. Выставка в цирке у Никулина. Третий звонок. Все приглашены Юпитера на арену и тебя вызывают, и от Никулина тебе ваза. Михаил Алексеевич завоевал признание не только на российских выставках, но и на международных. В Голландии его лучшие сорта даже запустили в промышленное производство. Сегодня в коллекции селекционера около 150 видов гладиолусов, 70 из которых он вывел лично. Самое сложное, говорит, это придумать цветку подходящее название. Поэтому некоторые до сих пор остаются безымянными. Название очень сложно назвать. Но некоторые даются просто. Допустим, вот это попросили на юбилей на одном, принесли цветы без названия. Они увидели, а он Игорь. Это мой цветок. Назовите Игорем. Нет, это будет так князь Игорь. Потому что просто Игорь назвать – это ничто. На создание каждого сорта уходит 7-8 лет. Такой цветок должен сохранить свои первоначальные черты и в следующих поколениях. Каких-то секретов успешного выращивания одной из самых капризных культур, говорит Михаил Кузнецов, у него нет. Главное – любовь к своему делу и никаких химических удобрений. Выведение нового сорта – процесс творческий и зачастую с неожиданным результатом. И только спустя, через несколько лет мы увидели, что мы вот скрестили, что получили. Совершенно непонятно. Хотя в науке есть такое, что нельзя красный с белым скрещивать все, потому что это будет химера разложение. Ничего подобного. Я это сделаю, великая княгиня. Это вообще чудо. Выращивает гладиолуса Михаил Кузнецов у себя на даче в Петрово Дальнем. Поклонников цветов обещают скоро порадовать еще не одним новым сортом. Валентина Титова, Мария Сергеева, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, АКРТВ.